Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал Ваше общественное телевидение. В эфире программа «Честь имею» и я ее ведущий Алексей Краев. Ну, вы, наверное, привыкли меня видеть в штатском одеянии. Сегодня я изменил традиционному своему виду внешнему, и для этого есть повод. Вот. Грядет довольно-таки серьезная дата 15 февраля, о которой знает, наверное, вся наша страна, все наши страны СНГ. Потому что именно 15 февраля в 1989 году наши войска официально покинули республику Афганистан. И война Советского Союза в Афганистане на этом была завершена. И с тех пор 15 февраля считается Днем памяти воинов-интернационалистов. Сегодня я пригласил в гости человека, который не понаслышке знает об этой войне. Он у нас уже бывал здесь в этой программе, пригласил его повторно. Представляю вам Андрей Паншин, ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник воздушно-десантных войск. Здравствуй, Андрей! Добрый день! Ну, как я уже сказал, был у нас не впервые, поэтому уже, как говорится, стрелянный воробей, если так можно сказать. Я, к сожалению, а может быть, наверное, к счастью, не участвовал в боевых действиях в Афганистане, поэтому перечень моих наград довольно скромен по сравнению с тем, что на груди у Андрея Михайловича. И, наверное, умышленно я не стал даже одевать. Ну, что делать? У каждого своя судьба. Наверное, все-таки вот не воевать, наверное, это большее счастье, чем воевать. Ну, согласись. Конечно, есть в этом, наверное, какой-то адреналин в боевых действиях, но лучше, когда этой войны нет, правильно? Ну, нормальное состояние вообще для человека — это мир. Конечно, конечно. Ну, а ненормальное — это война. Да, тем более, что по официальным данным, вот я из интернета нашел, что порядка 15 тысяч военнослужащих погибло за 10 лет в этой афганской войне. Это вот как, по твоему мнению, цифра, насколько верна или приблизительно верна? Ну, скорее всего, что-то приблизительные данные о погибших, потому что я не знаю, сколько, да кто его знает, сколько народу погибло потом от ран. Сколько ребят вывозились спасательными самолетами оттуда, сколько в госпиталях потом уже на территории Советского Союза погибло, сколько потом вообще погибло, умерло. Ну, кто же его знает? Это все-таки, наверное, жертва войны этой? Да, я вот все время вспоминаю предновогодний вечер. Я уже учился в военном училище в 79-й год на втором курсе. И как раз вот сидели вечером, смотрели программу «Время», как по устало положено. И заявление советского правительства о том, что принято решение о вводе в Афганистан ограниченного контингента вооруженных сил. Мы тогда даже себе представить не могли, в какую бойню нас ввязала наша тогдашняя руководство, нашу страну, и насколько это все затянется. Вот скажи, пожалуйста, а вообще какова была задача глобальная, стратегическая? Вот ввели туда этот ограниченный контингент, как тогда выражались наших ребят? И какая стояла задача перед армией? Что вообще вот мы должны были там достичь? Каких целей в Афганистане? Ну, вообще-то, эта задача довольно секречена, как я понимаю. Если немножко поковыряться, тем более в интернете, в первоисточниках, мы там не защищали южные рубежи нашей Родины. Это был ограниченный контингент советских войск в Демократической Республике Афганистан. Афганистан. Но дело в том, что у нас не было на то время, по-моему, ракет той дальности, откуда мы могли бы достать Соединенные Штаты, их базы. И у Штат не было таких ракет, которые могли бы достать нас. Но если бы Штаты пришли туда немножко раньше, раньше, до дивизии 103-й базы унисантной, они же подлетели туда, но на аэродроме уже находились наши части. И поэтому их караван самолетов вернулся обратно к себе на свои базы. Но вот если бы они там приземлились, естественно, поставили бы свои ракетки, они могли бы диктовать нам какие-то условия свои. А так, у них ракеток таких не было. А когда мы создали свои ракеты, ну это вот как раз в 89-м году, все, нам не нужна была эта территория. Мы оттуда ушли. И, в принципе, мы не должны были там воевать. Мы там изначально не воевали там. Когда туда заходили ребята, первые пошли через кушку туда, наши машины, вот из водоглубинной разведки, они шли, им на дорогу выливали воду, что афганцев считается вот святым. Вода это святое для Афганистана. Вот на дорогу поливали воду, желали удачи. Это уже потом, когда вязались, ну, естественно, там были страна-то полукапиталистическая. Ездили там на тракторах, на Тойотах, на руке висел Сони, в другом месте пахали Сахой. Что-то страшное там было, естественно. Ну, понятно. Страна нищая, естественно, очень нищая. Но, по крайней мере, на данный момент, когда там пришли уже америкосы туда, сколько героин там сейчас воспроизводится? Мы же не давали этому. К нам поступление героина, который там производится, ведь не было в Союз. А сейчас? Сейчас, да, трафик идет, будь здоров. Поэтому войны там... Мы не должны были там воевать. В принципе, мы и не воевали. Там были гарнизоны, расположенные на всей территории Афганистана, недалеко от крупнейших населенных пунктов. Но потом ребята, которые там были, бои, богачи. Ну, как же так? Это их территория. Ну, естественно, мы вносили какую-то свою лепту туда. У нас же были продовольственные караваны, которые в кишлаки ходили для того, чтобы кормить людей. Рис, мука, пожалуйста. Проводили туда свет, систему освещения от нас, с нашей территории. Строили дома. Проводили газопроводы, нефтепроводы. Там было два провода, да, Кабула тянулся, с Советского Союза. Такие трубы, трубопроводные бригады, которые обслуживали. Бензин качали, керосин качали туда. Ребята, вот вам все, что есть. Занимайтесь. Ну, естественно, кому-то не нравится, кому-то не нравилось. Да, то есть задумка была, может быть, и действительно... Неплохая, но со своей культурой, со своим уровнем развития в эту страну войти и говорить, ребята, вы должны жить так. Ну, естественно, большинство скажет, нет, мы привыкли жить совсем по-другому. Зачем нам это надо? Также и американцы сейчас, наверное, на те же грабли наступили. Ну, скажу больше там, ведь многие ребята хотели бы проехаться туда, ну, чисто с экскурсии, вот как я беседовал с своими друзьями. Некоторые ездили, я знаю. Вот хотелось... Олег Кулем был... Да-да-да-да-да. Хотелось бы проехать по тем местам, где вот я был, ну, по крайней мере, где воевал. Вот что там на самом деле? И вот в интернете посмотреть вот те места, действительно, преобразилось все, что там было вот на то время и что сейчас. Ну, более-менее цивильно там стало. Но, как говорят ребят, которые там были, кстати, там же памятник поставили нашим, нашим ребятам. И памятники до сих пор охраняются местными афганцами. Как узнали, что это Сарбос, то есть солдат Шурави, это... О-о-о-о, это хорошо, это хоп. А янки, никто американцев не уважает. Ну, нет у них такого отношения. Это вот... Мы пришли сюда, и мы вот говорим то, что вы должны делать. Ну, мы же пришли с дружественной миссией. Дружба должна быть. Ну, в принципе, с афганцами дружили. У нас даже был товарищ, который... Которого из банды выгнали. За пьянку Азисова звали. Он нам втихаря продавал водку. Дружба была. А если вот были там зимы, когда было очень холодно, так с кишлаков к нам приходили на галфахту погреться. Ну, и все, человек 15-20 придут, они там завернут одеялами, все им холодно. На губу, и кормили там их кашей. Было порядки вещей. Ну, в общем, да. Не так вот сейчас послушаешь тебя, твой рассказ, и вроде не так страшна эта война. Ну, на самом деле, уважаемые телезрители, если у вас будут какие-то вопросы, у нас работает телефон прямого эфира 971-19-11. Из другого города через код 812 можно дозвониться. Звоните, задавайте вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Андрей, ну вот все-таки цена вот этой дружественной, так сказать, миссии была очень велика, получилась в итоге. И у меня всегда вот, я не зря начал такое, ну, как акцент делать на ограниченный контингент войск. А нельзя было взять его и сделать неограниченным. То есть послать туда столько армии, столько народу, чтобы вот нас там не трогали вообще. Ну, сложно, да? Я понимаю вопрос другой. Послать туда столько армии, чтобы уничтожить этот народ. Тогда там было бы все спокойно. Ну, не можем уничтожить народ. Нет, конечно. Это история. Любой народ уничтожить нельзя. Да, естественно. Чем больше было бы там наших народов, наших войск, тем более, было бы большее сопротивление нам. Больше сопротивление. Зачем? К чему это? Ну, и так-то, в принципе, война там была, как сказать, ну, вот нищий дыханин, есть ему нечего. Боев нету, потому что, естественно, товарищу разбежали все по банным в горах. Что ему нужно есть? Приходит товарищ вечером. Говорит. Слышь, мужичок, вон там на дороге поставишь фугасик. Подорвется русский танк, либо машина с советственными солдатами, получишь вот такую пайсу. Если не поставишь, придем, вырежем всю семью. Ну, вот и все. Пришли баи, но свои. Эти ведь не временные товарищи. Мы же все равно ушли бы оттуда. И ты понимали, что мы здесь временно. Конечно. Ну, а им же там жить. Это... И шел, и ставил. И подрывались, и получали. Кто поставил, а кто его знает. Да, конечно. За руку не поймаешь. А кого ловили, естественно. Ну, что поделать. Так же, как у нас, наверное, и на Кавказе сейчас. Примерно такая же картина. Так же ставят. Примерно, наверное, так же. Ясненько. Вот чем сейчас в наше время живут ветераны афганской войны? Ну, с годами, естественно, люди становятся старше. Да прошло-то уже больше 20 лет. 25 лет. А у кого-то еще больше. Кто-то заходил в декабре. Декабристы, так называемые. Много лет уже прошло. Ребята все стали взрослыми. Ну, по крайней мере, всем уже далеко за 40. Сначала была, естественно, эйфория. Мы оттуда пришли. Вот тельняшку сейчас порвем. Государство нам все должно. В принципе, так, наверное, должно было бы быть. Наверное, так и было когда-то. Потому что я знаю, что многие мои солдатики, с которыми я служил, до сих пор поддерживаю с ними связь. Ребята поступали в то время в ВУЗы. Мне конкурса. Потому что он привез характеристику с частью. Вот у него удостоверение, что он послужил в Афганистане. В ВУЗ, пожалуйста. Мне конкурс. Сдал экзамен вступительный. И обучались. Ну, ребята немножко были извращены чем? Ну, все-таки они пришли в свою страну не воюющие, уже воюющими ребятами, которые, ну, посмотрели и хлебнули лихо. Знаешь, что такое смерть, кровь. Прийти сюда, в мирную страну, ну, и за два года, ну, полтора года. Два года служили в армии, ну, и полтора года солдат служил после учебки в Афганистане, не больше. И через полтора года прийти, и страна-то менялась прямо на глазах. Вот я уходил, например, в 86-м году, пришел в 88-м, и я не узнал страну. Здесь все стало по-другому. Другие сменились ценности человеческие. И мы долго не могли понять, а что произошло со страной-то, почему вот так все. Но сейчас, естественно, все вошло в свое русло, но когда мы собираемся, вот 15 февраля собираемся, 2 августа собираемся, ну, и так, у кого день рождения, не дай бог уже с кем-то и прощаться приходится, последний путь провожать. Ну, все-таки, и, ну, раз... Жизнь остановишь, да. Да, в плечо друг другу сплакнем. Понятно. А как думаешь, вот почему первое время государство наше оказалось не готово, ну, как это сказать, к приему возвратившихся ветеранов? Ведь у нас на то время не было разработанных там образцов, там, льготных каких-то удостоверений, чтобы, вот, допустим, по инвалидности пенсию получать, там, как ветеран боевых действий. Тогда же не было ничего этого. Леша, я понял. Не ожидали просто... Нет, Леша, я понял. Мы же туда входили не воевать. Вот если первые репортажи, то же самое, во время показывали, чем там занимались люди наши. Показывали наш солдат, стоит с граблями, там, что-то вот, разгребает, помогает сажать деревья какие-то. Не более того, мы пришли с дружественной миссией, а там началась гибель. И как сказать народу? Мы ввели туда контингент, чтобы помочь народу, там, вот, сделать лучшую жизнь. Никто же не говорил, что там идут бои. Никто не говорил. Особенно Паншер, когда мы на Паншер пошли, алмазные копии. Ведь об этом никто не говорил, ни разу. И как вот в Афганистане все нормально, ребята помогают собирать урожай колхозникам, там, деканам, и вдруг приходят оттуда гробы. Даже на памятниках тех времен, ребят, которые привозили, ведь не написано ничего. Трагический погиб, не более того. А годы стоят 79-е, 80-е, 81-е. По-моему, с 83-го года только начали сообщать, что там все-таки война. Это, ну, нельзя уже было, наверное, скрыть. Да, конечно. Да и потом там ребятам серьезные награды нужно было прислать подвиги, которые свершили, мама, не горюй там. И ребята заслоняли командиров своих от пуль, герой Совета Союза Чепик. Ну, как искрыть, что парень, почему он стал героем, и почему погиб-то? То он на грабли наступил, в лоб ударилась ручка, ну, уже было невозможно скрывать. А первое, естественно, замалчивалось все. Откуда он пришел? Да тут иди, сынок. Ну, вот. Тяжелые времена. Вот, конечно, сейчас уже, наверное, все это устаканилось, я имею в виду документальные, льготы там, списки, удостоверения, у всех все как положено, да? То есть вообще признанное. А то, мне просто, почему спросил, вот у меня друг Илья Модестов, он тоже воевал там в ДШБ, в Кандагарском. Вот он когда пришел после ранения, вот. И мне, говорит, в отделе этой социальной защиты, в САБЕСе, как там тогда они назывались, говорит, ничего другого не могли выдать, как удостоверение ветерану Великой Отечественной войны. Я, говорит, в 22 года, говорит, прихожу с этим удостоверением, дайте мне льготы там куда-то без очереди. Ну, после тяжелого родиния из госпиталя вышел. На меня, говорит, как на идиота, говорит, где-то на рынке купил его. Ну, смех вроде бы, а тогда это для него была трагедия. В итоге мужик там в жизни успел накосорезить после такого приема домашнего гостеприимного. Нет, это, значит, у нас последнее удостоверение участников Великой Отечественной войны, потому что льготы разработаны для участников Великой Отечественной войны, не ветеранов, для участников. Такого зеленого цвета они были, участник Великой Отечественной войны. Последний выдали тем ребятам, которые воевали на Даманском с китайцами. На моей памяти мы вместе служили, я еще был, по-моему, старшим лейтенантом, у нас был капитан, ну, уже в возрасте, но когда показал удостоверение участников Великой Отечественной войны, он говорит, что ты не родился, родился после войны. Говорит, я на Даманском воевал. И, видимо, по образу и подобию первым афганцам, может быть, и вручали такие удостоверения, но потом их заменили. Удостоверение называлось «Свидетельство о правильной льготе». Вот такая серая книжечка. Ну, в принципе, это от 17 января 83-го года приняло постановление Президентом Верховного Совета СССР. И вот на основании этого мы какими-то льготами пользовались. А потом сейчас, ну, приходит негодность все-таки, сейчас удостоверение для всех едино для тех ребят, которые воевали в Чечне, там, в Абхазии, в Осетии, тем более в Афганистане. Просто ветеран боевых действий. И там уже не узнаешь, откуда, в какой войне принимал участие. Разница-то особая, по сути, нет. Война есть война, где бы она ни была. По сути, по сути, есть. Вот я недавно ездил на Украину к своим друзьям, с кем вместе воевали, естественно, там. Ну, с дружилистами, мы бы не говорили. Что-то там, ребра не поломали, когда встретились. И вот там проезд. Проезд в общественном транспорте. У нас же как, карточку оплатил, и ездил в городе Санкт-Петербург. Да. А в другой город приедешь. И там, по всей Украине. А я сначала пришли в метро в Киевское. Я другу говорю, Саша, ты купи мне жетон, не зная, как у вас здесь входить, какое метро. Он говорит, а ты что, забыл удостоверение? Говорю, с собой. Говорит, ну и покажи. Я говорю, я чужестранец. Он говорит, какая нам разница? Ну и, короче, вот белорусы, казахи, я из России. Показали удостоверение, что мы ветераны Афганистана, потому что это афганцы. Проходите, проходьте. Это подходит. С уважением, да, проходьте. Это подходит. А ветераны боевых действий, они такие устроения, ну, кто знает. Это вроде все свои. Понятно, Андрей. Ну, вот в рамке нашей программы ограничены. Столько интересного всегда ты рассказываешь. И об этой войне еще, наверное, можно много интересного, что вспоминать. И какие были курьезные случаи, кроме трагических. Потому что у нас в жизни и так много трагичности, много сложностей. И хочется какого-то светлого чего-то. Алексей, память так устроена, что за годами все-таки плохое вымывается. Оно где-то там внутри сидит, можно вспомнить. Но остается хорошее. По крайней мере, нашей встрече больше было смеху. Ну, естественно, это дань памяти. Вот 15 февраля, это же дань памяти, скорбный день, когда мы собираемся для того, чтобы помянуть тех, кто не вернулся оттуда. Всех вспомнить, всех. Кто-то знает одного, кто-то десять человек. С одной стороны, это вроде как праздник, война закончилась. Да, с другой стороны, это день скорби, сколько мы вот там... Так же закончилось, как и начиналось. А парней-то нет. Да. Вспомнить надо их отдать дань. Конечно, конечно. Вечная память. Андрей, несколько слов нашим телезрителям. Программа завершается. Время неумолимо подбегает вперед. Пожелания твои, афганцам, своим ребятам, кто сейчас в телевизорах. Ребята, значит, могу сказать, 15 февраля в 10.30 в парке интернационалистов, а в час на Серафимовском кладбище. Собираемся все, увидимся. Всех хочется увидеть, обнять. Дай бог, чтобы погода к этому времени немножко хоть потеплее была. А то зима в этом году жарит. Ну и на прощание. Песня. Всего вам доброго. Андрей Панчин, Алексей Краев. Мы с вами прощаемся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова